Хочется в первую очередь сделать такой концерт, на который бы сам Женя захотел прийти. Мы все собрались друзья, сделали из этого большое ивент-агентство. Все это задумал близкий друг, он же музыкант, он же футбольный коллега и все остальное, Артем Гречко. У него родилась такая идея, собственно, сделать какое-то мероприятие, которое будет посвящено нашему другу и дополнительно, конечно же, сделать некую финансовую помощь для семьи. Соответственно, таким образом мы решаем два вопроса ключевых. То есть мы по-своему как-то чтим память и прощаемся со своим другом и получаем некую прибыль, которую мы можем с этого мероприятия, которую мы можем отдать семье, Насте с маленьким ребенком. Так получилось, что мы с Женей довольно-таки в последнее время часто общались, играли в футбол, ну, в основном там из-за футбола, да, пересекались часто. И, наверное, где-то в июне обсуждали какие-то музыкальные вещи, которые происходят в нас в городе, в принципе, вообще в целом в мире. И Женя очень хотел, чтобы грузовики собрались еще разочек хотя бы. И так получилось, что как раз буквально в июне мы это обсудили. И когда все это случилось, когда мы узнали 17-го числа, наверное, вот, да, 17-го, ну, и мне сразу в голову пришла эта мысль, что нужно звонить Антону и делать этот концерт. Лайнап, он абсолютно концептуально выверенный, то есть это не какие-то случайные группы, и там нет вообще ничего случайного. Это группы, которые любил очень Женя, которые там во всех его плейлистах фигурируют в топе. Все ребята, которые играют, большинство из них, кроме прочего, являются его друзьями. Всегда это были концерты грузовиков, безусловно. Позже появилась Тайна Третьей Планеты, и все ребята, кроме прочего, являются там друзьями Жени, и он не пропускал никаких концертов. Осколки сна — это та группа, которую я никогда в жизни не слушала вживую. Это немножко предыдущее поколение, это, наверное, поколение еще до грузовиков. Но, насколько мне известно, Женя знал эту группу, если даже не был на концерте, может быть, даже и был, потому что Женя, например, немного старше меня, и вполне вероятно, что это для него как бы тоже близкая группа, знакомая. Для меня это вообще какая-то легенда, это почти как Виктор Цой вообще. Для всех из участников это такой некий челлендж в определенной степени. Это тоже как бы это нелегкое решение. Вагоновожаты — это единственный существующий проект сейчас. Актуальные проекты — это, безусловно, для всех, для нас тоже большая радость, большое удовольствие посетить их концерт. И мы, конечно, тоже им очень благодарны, что они согласились принять участие как специальный гость. То есть основной лайн-ап — это группы, которых уже нет, но они в памяти нашей, в памяти Жени, в интересах. И такой специальный гость как Вагоновожатый. Восьмого октября в Летнем театре парка имени Шевченко. 19.00. Ждем всех. Во-первых, можно купить билет, зайти во встречу в Фейсбуке, в интернете можно везде найти, где можно приобрести билет онлайн. Ну и, собственно, просто в день концерта прийти в 6-7 часов. В любое время, да, можно будет купить билет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!